День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В эфире Радио Болтком, программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгения Копеина. С нами на связи, я так подозреваю, из Москвы, потому что следить сложно. Юрий Муравицкий. Режиссер. Здравствуйте, доброе утро. Да, режиссер недавно, в конце декабря прошлого года, назначенный главным режиссером Московского театра на Таганке. Яна обещала, что мы с тобой поговорим о куче разных вещей, начиная с Таганки и заканчивая твоей недавней премьерой в Польше. Давай мы начнем все-таки, правда, с Таганки, потому что, мне кажется, это очень важно. Тем более, что, по-моему, первый спектакль, который ты там делал, это был еще с группы юбилейного года тогда, да? Может быть, что-то раньше было, Юр? Нет, раньше не было, да, действительно, это было в юбилейный год, но как-то в какой-то момент как-то так вышло, что я как бы от этой группы юбилейного года как-то отпочковался, вот, и мы делали вот наш проект с Мишей Дурненковым, он, собственно, писал пьесу «День Победы», а я ставил спектакль, мы как-то делали отдельно. Почему так вышло и для чего, я уже не помню деталей, но вот в итоге это было так. Ну, это был 14-й или 15-й год, я вот сейчас не помню. Да, я могу посмотреть точно. Ну, это была весна, это как раз, да, и у вас этот спектакль прошел, и художница у вас была Ира Корина тогда, по-моему, на этом спектакле. Это была какая-то удивительная работа, которая, на самом деле, по-моему, очень понравилась тем, кто в ней был занят, и те, кто ее успели посмотреть, но как-то она бесславно исчезла потом, после кучи доносов каких-то ужасных, которые тогда процветали в театре. Ну, нет, там дело было не в доносах, потому что, действительно, этот как раз спектакль, у него в этом смысле нам удалось найти какой-то компромисс, из какой-то взаимопонимания с людьми, с которыми мы этот спектакль делали в театре, и его, действительно, актеры очень полюбили, и в нем еще участвовал великий актер Таганки Феликс Антипов, и я очень счастлив, что у меня была возможность с ним познакомиться и поработать даже. Удивительный был человек, фантастический просто. Вот, и все было в порядке. Дело в том, что там был такой момент, когда этот спектакль игрался ровно до того момента, пока Таганка не вынуждена была, театр не вынужден был скитаться по гастрольным площадкам. По-моему, был ремонт после этого юбилейного года, и вот как-то в этих бесконечных скитаниях часть репертуара потерялась, и в том числе спектакль «День Победы». Вот, хотя все о нем сейчас… Да, и все вспоминают, ну и, конечно, то, что Феликс Антипов ушел, а без него этот спектакль не мог уже существовать, конечно. Да, значит, да, без него это было бессмысленно, потому что там он был центральным, как бы, у него была не главная роль, но он был центральным персонажем. Да, я помню. Когда Феликс Антипов ушел, восстанавливать уже бессмысленно. Скажи, пожалуйста, Юра, но, тем не менее, это был один период. Это был… Вот Таганка за последние, там, 10 лет прожила довольно такой очень разной жизни, разнообразной, я бы сказала. Значит, уход Юрия Петровича Любимова, потом какой-то период с Золотухиным, потом появление вот этот год группы юбилейного года, который закончился с приходом, ну, как бы, с уходом всех и просто существованием, как ты сказал, на гастрольных площадках, потом появилась директора Ирина Викторовна Апексимова, которая начала все кардинально менять, и ты пришел уже по ее приглашению. Да. Работать, и первый спектакль, который ты сделал, это… «Лед Артюф комедия». «Лед Артюф комедия». И второй спектакль… «Вишневый сад комедия». И сейчас ты еще готовишь что-то. Да, сейчас мы… У нас в ближайших планах «Черная кошка, белый кот» по кустурице, соответственно. И потом будет «Гамлет». Так, хорошо, сейчас расскажешь. Но год назад было объявлено, что оба театра объединяются снова. Это было примерно год назад, насколько я помню. Официальное объединение произошло в течение года, но анонс был дан примерно вот как раз год назад. Я помню, что я разговаривала с Ириной по телефону, и вот мы это обсуждали как раз. Такой большой, в общем, объем-то теперь, потому что это новая старая сцена, которая была построена в 70-е для театра. Это старая сцена, на которой столько много всего было сделано, и которая, конечно, легендарная, на которой ты сейчас работаешь в этом театре. Как вообще твое ощущение от перспектив? И как Ирина Викторовна себя вообще в этом во всем тоже ощущает? С большой труппой, с разной труппой? Ведь два разных коллектива совершенно. Они все-таки последние 30 лет жили совершенно по разным правилам. Ну, да, это действительно ситуация, с одной стороны, непростая, но Ирина Викторовна, конечно, удивительный человек абсолютно. И вот я понимаю, что у меня, в общем-то, ситуация, в отличие от некоторых моих других коллег, она очень отличается, моя ситуация. То есть я не прихожу в театр, который надо спасать. И, потому что, в принципе, даже на тот момент, когда я пришел, мы с Ириной Викторовной очень давно обсуждали мою новую постановку, на самом деле, этого никто не знает, но буквально, когда она пришла в театр на Таганке, мы уже стали обсуждать какие-то названия. Было название «12 месяцев», потом как-то переговоры наши затихли, а потом мы встретились на каком-то мероприятии «Золотой маски», и вдруг решили, что почему бы нам не вернуться к этому разговору о постановке. Вот, и так возник Тартюв. И на тот момент, когда он возник, в общем, в театре тоже все складывалось достаточно неплохо. То есть выпускали премьеры очень такие прогрессивные режиссеры, там, Максим Диденко, уже вышел мюзикл «Франдетти», который сейчас просто хит Таганки, да, «Свинетот» и так далее. То есть, в принципе, театр как бы не пребывал в стагнации. И Ирина Викторовна, конечно, его раскачала просто грандиозно. И я уже пришел, что называется, на такую подготовленную почву. И единственное, что мы сразу оговорили, что я буду делать этот спектакль с молодой частью труппы, и даже часть актеров, там, буквально трех человек мы пригласили со стороны. Вот, и у нас была такая идея, что это будет такой молодежный, скажем так, манифест. Потому что Таганку всегда вспоминают, прежде всего, актеров старшего поколения. И нам было важно, чтобы прозвучало новое молодое поколение. Вот. Ну, а потом как-то плавно из этой истории с Тартюфом появилась идея «Вишневого сада». И, в общем, пошло-поехало, что называется. Ну, я хочу тебе сказать, что интересно, у тебя названия получились именно на Таганке, потому что «Вишневый сад» и «Фросс» на Таганке все помнят, конечно. И «Тартюф», который «Фросс» же поставил во МХАТе, это тоже один из самых таких знаковых спектаклей, мне кажется, какого-то периода 80-х. Ну да, и «Тартюф» любимого до сих пор идет на Таганке. Ну да, Ирина Викторовна как раз где-то тут недавно сказала, что у нас два «Тартюфа» в одном театре, два «Тартюфа». Да, два «Тартюфа», да. Ну, просто они абсолютно разные. Скажи, пожалуйста, а ваша первая встреча с Ириной Викторовной, ты помнишь, когда случилась? Помню, да. Мы с ней познакомились, по-моему, в работе. Я ее пригласил в одну работу, которую мы делали на платформе. Это был текст Эльфреда Елиник «Смерти девушка». И, собственно, там мы впервые попробовали повзаимодействовать как бы в творческом, в творческой плоскости, в творческом пространстве. Но, к сожалению, спектакль не успел выйти, платформа закрылась. Хотя мы его долго репетировали. А потом... Извини, а я хотела спросить, а не в Коломне ли вы познакомились на фестивале? Возможно. Как раз я и хочу сказать... Хочу сказать мне спасибо. Да, хочу сказать тебе спасибо за Коломну, потому что, конечно, Коломна нас как-то... В Коломне нам действительно такой опыт экстремальный был все-таки. Любой такой выездной уличный фестиваль – это такой опыт серьезный. И там, конечно, мы так тоже... А, по-моему, кстати, после Коломны это и произошло. Да, вот я хотела уточнить, права я или нет, что все-таки это как-то... При моем участии случилось в некоторой степени. Возможно. Ваше знакомство и нынешний результат. Да. Буду гордиться, Юра. Да. Тебе большое. Давай вернемся все-таки к тому, о чем вы договорились сейчас в этой работе. Понятно, что две трупы. Понятно, что работа с разными по возрасту людьми, с разными по школе людьми. Для тебя, как для выпускника, ведь Щукинского училища, да? Да. Таганка тоже является таким, ну, как бы важным событием, наверное, в жизни, да? Потому что... Безусловно. Все-таки та история с Любимовым – это история школы Щукинского училища. Да. Как вы договорились, все-таки Ирина Апексимова все это время довольно свободно выбирала сама художественную политику театра. Что будет сейчас? Как вы будете с ней распределять эту ответственность? Ну, вот, ты знаешь, вот то, как складывается сейчас, мы просто встречаемся сейчас еще у нее в кабинете, поскольку мой кабинет еще не готов к эксплуатации, вот. Встречаемся у нее в кабинете, как и было раньше, понимаешь, то есть формат наш вообще, в принципе, не изменился, понимаешь, что очень приятно. Мы встречаемся за столом и обсуждаем, как лучше сделать, что, в какую сторону двинуть, кого пригласить и так далее. То есть это абсолютно тот формат, который, мне кажется, ну, для меня наиболее приемлемый. То есть мы просто обсуждаем и коллегиально принимаем решения. Да, но ответственность все равно остается за ней, так понимаю, в любом случае такая как бы глобальная ответственность за театр, за ней как за первым лицом, да, который возглавляет театр. Да, глобально, конечно, она первое лицо, и она несет всю тяжесть ответственности, поэтому, конечно, но при этом я не чувствую какого-то давления с ее стороны, как с стороны начальника, который говорит мне, что делать там и так далее, занимает какую-то жесткую непримиримую позицию. Вот, поэтому, ну, она действительно, понимаешь, у театра должен быть хозяин или хозяйка, то есть это по-другому не бывает. И то, что она сейчас является, по сути, ну, хозяйкой, директором театра на Таганке, я считаю, что для Таганки это большая удача, потому что у Иры есть такая хватка, знаешь, очень, которая необходима именно для этого театра, понимаешь? Она человек, в хорошем смысле слова, бескомпромиссный. Вот я хотела сказать это слово, да. Да, понимаешь, и на Таганке иначе нельзя, потому что на Таганке дух свободы, вольный дух этот казацкий, Таганка это такая всегда была запорожская сечь, понимаешь, где, в общем-то, ну, сложноуправляемый организм. Тем более сейчас это два театра, но я, что называется, с надеждой смотрю в будущее, потому что мне кажется, что вот был недавно такой первый общий корпоратив двух театров 13 января, мы все вместе отмечали новый, старый Новый год и по совместительству... День рождения, да. Да, день рождения директора, вот. Вот, и ты знаешь, ну, как бы, вот та энергия, которая уже сформировалась на Таганке и выступление Виа Кама, да, музыкального коллектива, который... Молодых актеров, да, Таганка. Да, молодых актеров, который возник в театре. И вообще какое-то общее настроение этого праздника, мне кажется, что оно очень заразило людей, которые, как бы сказать, присоединились к этой истории. И мне кажется, ну, как бы все вместе веселились, танцевали, и мне кажется, это очень важно для театра, когда... Внутренняя жизнь такая, да, не публичная происходит. Да, когда людям интересно тоже участвовать вот в этой, тоже влиться в эту атмосферу и быть частью этой энергии, да. Вот, и мы сейчас, конечно, думаем, как максимально выстроить ситуацию таким образом, чтобы большая часть актеров была так или иначе задействована, чтобы обе трупы сливались в едином творческом процессе в как можно большем количестве спектаклей, вот, грядет день театра. Мы вот вчера обсуждали как раз, чтобы такого придумать на день театра. То есть, ну, как бы сейчас это предстоит нам все выстроить. Но мне кажется, судя по тому, вот ко мне тоже на этом корпоративе подходили актеры знакомиться, именно актеры содружества актеров Таганки. И они, ну, как бы, то есть люди подходят и говорят, мы таким работаем. Уже знают, с кем разговаривают. Да, уже тоже знают, с кем разговаривают. Ну, да, да. Ну, то есть они про тебя уже знают. В общем, да, и они, как бы, подходят и говорят, подходили, знакомились и говорили о том, что мы хотим работать. Ну, это прекрасно, когда так, когда люди хотят работать. Наверное, соскучились за последние годы. Да, да. Юра, я не буду тебя спрашивать имена актеров, которых ты хочешь позвать на Гамлета. Давай я дождусь, потому что это прям ужасно интересно. Не будем открывать пока сюрпризы твои. Но это, наверное, следующий сезон уже, да, Гамлет? Да, Гамлет это 23-й год уже будет. Я хочу вот о чем тебя спросить. Судя по тем названиям, которые ты вот сейчас назвал, ты начал всерьез работать с произведениями, которые все привыкли называть классическими текстами театральными. Когда мы с тобой познакомились, ты делал очень много современной драматургии. Скажи, пожалуйста, этот переход для тебя случился, и есть ли для тебя возможность вернуться опять к современной драматургии, именно на той же Таганке, есть ли у тебя об этом мысли и идеи? Ну, ты знаешь, я, честно говоря, как-то внутри себя стараюсь не разделять и не мыслить такими категориями, что вот я ушел из пространства современной драматургии в пространство классической драматургии. И если как бы так проследить мой творческий путь, то, знаешь, мне кажется, что это, ну... Взаимозаменяемые были, да, такие периоды? Да, взаимозаменяемые, да, и современная классическая, современная классическая, в зависимости от ситуации, в зависимости от того, какая сцена предлагается. Я очень часто просто реагирую на то, что мне предлагают, понимаешь? И если мне предлагают что-то действительно классное и интересное, то я на это соглашаюсь, понимаешь? И независимо от того, когда была написана пьеса. И так было с Тартюфом. Это Ирина Викторовна мне предложила поставить Тартюфа. И я, ну, естественно, согласился. И так было, собственно говоря, вот сейчас в Польше. Вообще проект начинался с того, что я должен был там поставить в Польше спектакль по современной пьесе на какой-то, ну, может быть, небольшой сцене. Это был проект изначально, который инициировал Центр польско-русского диалога. Так, мы сейчас говорим о том, что у тебя случилась премьера в прошлом году в Театре Драматичном. Да. Театр Драматичный в Варшаве. Ты сделал спектакль под названием «Ревизор». «Ревизор», да. Да, но начиналась эта история с того, что тебя позвали сделать, может быть, какую-то современную драматургию где-то на небольшой сцене попробовать. Да, по крайней мере, мне позвонила Агнешка Любомира Петровска, которая недавно была у тебя в эфире, и сказала, Юра, вот есть такой проект, инициатором его является Центр польско-русского диалога, у них юбилей, и они хотели бы сделать постановку, чтобы русский режиссер, российский режиссер приехал в Польшу и что-то поставил, какой-то спектакль. Мы стали уже обсуждать какие-то пьесы современные. Потом возник, как третий участник этого проекта, собственно, Театр Драматичный в Варшаве. И Тадеуш Слободзянок, мы с ним встретились также в Зуме и познакомились. Он посмотрел какие-то мои работы, и у него появилось встречное предложение сделать все-таки проект не на камерной сцене, а на большой сцене. Ну и ясное дело, что в Польше в большой зал проще людей собрать на спектакль по... Известному названию. Если это не Вырыпаев, опять же, да. Вырыпаев в Польше идет... Существует сам в других правилах. В других правилах, да. Вырыпаев широко шагает по Польше, по большим сценам, и чему мы все, конечно, очень рады. Но, тем не менее, Вырыпаев у них уже был, вот, и они решили, что вот... И в итоге прозвучало сначала предложение самоубийца Эрдмана, а потом возник ревизор, и, конечно же, я переключился на ревизора с удовольствием, потому что я Гоголя обожаю просто. Вот, и мне было очень важно и интересно работать именно с этой тьесой. Вот, то есть, понимаешь, как бы здесь очень много зависит от ситуации, я к чему, вот, я начал... Ну да, все меняется в процессе, да. Договоренности могут быть одни по приглашению, и потом из этого вырастает совсем другой результат. Я очень рада, и я очень рада за Галю Солодовненку, которая с тобой работала на этом спектакле, этого художница. Это уже не первая твоя с ней работа, правильно? Нет, не первая, и дай бог не последняя. Ну, даже не то, что дай бог, а мы уже сейчас работаем над двумя сразу новыми постановками, да, с Галей мы... Первое, что мы сделали с Галей, мы с ней давно очень знакомы, вот. Ну, ты понимаешь, это как бы одна такая большая тусовка театральная, вот. Но мы до этого никогда с ней не работали, не делали вместе спектакли в театре. И вот первое, это был Тартюф. Потом, после Тартюфа, был у нас перерыв, потому что у нее был проект, она снимала кино, во-первых, во-вторых, у нее был проект в Германии, а потом, собственно говоря, вот второй спектакль — это «Ревизор» в Варшаве, в театре драматичном. А сейчас мы делаем с ней, работаем над двумя спектаклями. В театре Пушкина мы делаем «Слуга двух господ». Но там, правда, Галя только костюмы делает, а сценографию делает Катя Щеглова. И осенью, в сентябре, у нас будет премьера в театре Виктюка. Мы делаем с Галей вместе тоже в Акханке. Интересно. Очень интересно. Это вот прям очень интересно. Буду за вами следить. Скажи мне, пожалуйста, театр Пушкина — это тоже давнишние какие-то планы, и ты сейчас в этом процессе, и когда премьера «Слуга двух господ». Премьера 1 апреля, мы договорились об этой премьере, по-моему, примерно год назад. То есть год назад мы начали обсуждать планы с театром Пушкина. Я тоже очень рада и за тебя, и за театр Пушкина. Все время ждала, когда это случится. Вообще очень рада. Потому что я хочу немножко вернуться к твоим работам до того, как ты начал много делать в Москве. Ведь ты прошел большую школу, работая в региональных театрах. Где ты был? Что ты можешь так вот сейчас вспомнить с большими какими-то чувствами? У меня на самом деле очень большая география, театральная, скажем так. И началась она... Первая большая любовь — это город Омск, Омский драматический театр, академический, где я поставил... Сначала я поставил Турандот на большой сцене, потом поставил Игроки на малой сцене. Игроки шли очень долго, они шли 11 лет. То есть это из моих спектаклей самый... Спектакль долгожитель. Долгожитель. Да. Вот. А так вообще география, конечно, от Красноярска. Самая восточная точка — это был Красноярск. Театр Пушкина. Самая западная точка России — это был Калининград. Калининградский драматический театр тоже я там делал блоху. Самая... Северная? Северная, да. Самая северная точка — это Новый Уренгой. Это уже Заполярье буквально. Там, кстати, я делал современную пьесу «Остров Рикотта». Она там пришлась очень к месту. Пьеса про отдаленный дальневосточный островок и, в общем-то, Новый Уренгой и таковым и является. Вот. Ну, в общем-то, вот такая... А самая южная? А самая южная в России — Ростов-на-Дону, я думаю. Да, но Ростов-на-Дону — это же, да, это же тоже отдельная история, которой ты занимался в последние какие-то годы долгое довольно время. это частная территория бывшей фабрики, на которой открылась независимая театральная площадка, да? Да, на которую мы, в общем-то, сами и открыли. Вместе пришли... Я очень хорошо помню этот момент, когда я приехал в Ростов после такого... двух небольших проектов, которые мы сделали с Олей Калашниковой, в том числе в галерее современного искусства «16-я линия», которой руководил ростовский бизнесмен Евгений Самойлов. И, в общем, у него возникла идея сделать театр современный. И мы пришли, вот нам владелец этой территории, и все это происходило в районе, в армянском районе Ростова-на-Дону под названием Нахичевань-на-Дону. Вот. И нам, значит, владелец этой бывшей макаронной фабрики, такой старый армянин, открыл замок, такой ангар буквально, который открывался как гараж большой на тот момент. И мы вошли в эти пыльные пространства, стали обсуждать, где, как нам здесь расположиться, где будет зал, где будет выставочное пространство, потому что такой комплекс. Ну, это же, да, это же как раз был период, когда работала платформа, как мне кажется, да? Да. первые годы были платформой, когда вот это вот как бы союзы визуального и музыкального и перформативного искусства на одном пространстве. Это, в общем, была такая идея, которая везде продвигалась, которая довольно успешно существовала в тот период. Да, скажем так, это был тренд такой, да? Ну да, но люди пробовали, потому что на самом деле ведь это очень интересно, как музыканты втягивались в драматические спектакли и как драматические актеры работали с современными танцорами и, ну вот, как я помню, на платформе одно из моих любимых произведений это была история «Солдата» с Викой Исаковой на музыку Алексея Сысоева с современным танцем. Это же была такая очень интересная работа. Одна из первых и одна из самых интересных, на мой взгляд, вот таких вот необычных коллабораций разных видов искусства. Да. Скажи, пожалуйста, фестиваль «Любимовка»? Так. Ты продолжаешь как-то в этом участвовать? Потому что был период, когда, я помню, ты каждый год делал там читку, что-то такое происходило. Сейчас как? Хватает твоего времени на это? Или уже ты своих студентов туда отправляешь работать? На самом деле, да. На самом деле, последний опыт был именно таким, и ты знаешь, что очень приятно, что он оказался удачным. То есть мы сначала взялись было со Светой, с которым мы, собственно, вместе ведем студентов. Света Михалищева, это моя жена, спутник и соратник и так далее. И мы делали 28 дней с ним вместе, и вместе планировали делать читку и в этом году на «Любимовке». Конечно, главная мотивация нашей сейчас работы на «Любимовке» это приобщение студентов это приобщение студентов к современной драматургии. Ну, то есть такая двойная цель у нас. В принципе, участвовать в «Любимовке», я считаю, что это очень важно со всех сторон. А с другой стороны, мы еще преследуем такие свои педагогические цели. И, в общем-то, мы сделали читку 28 дней, потом выиграли грант на постановку, и спектакль до сих пор идет в театре «Док». И в этом году мы планировали также вместе поставить читку одной очень хорошей пьесы, название которой настолько сложное, что я, боюсь, его не смогу воспроизвести. А, семь первых работ Алины. И пьеса действительно очень классная. Автор – девушка из Львова, но пьеса русскоязычная, очень классно написана, и мы хотели это действительно сделать, но мы в тот момент разболелись. И мы поняли, что мы со студентами не сможем это сделать. У нас не хватает уже времени на это достаточного, чтобы довести эту работу до какого-то качества, эту читку. И я решил, действительно, мы решили доверить нашим выпускникам это дело. И они сделали эту читку в итоге сами, выпускники, совместились выпускники двух наших курсов и даже один нынешний студент, там участвовал. И я был очень рад тому, что они не просто хорошо сделали читку, они, опять же, выиграли грант на постановку. То есть чему-то мы их, видимо, все-таки научили. А когда мы говорим о студентах, мы говорим о студентах Московской школы нового кино. Правильно я назвала название? Да, правильно. И сейчас ведь у тебя тоже проект сейчас происходит с твоими студентами. Я видела анонсы Света Иванова Сергеева, да? Да. Делает. Сейчас Света Иванова делает с ними проект с использованием техники вербатин. Они осваивают пространство документального театра. И в итоге мы хотели, чтобы Света с ними сделала просто спектакль Света Иванова. Но в итоге этот проект разросся теперь уже до каких-то невероятных масштабов. То есть это несколько спектаклей. По всей Москве же ходят, я так понимаю, что это еще и путешествующий спектакль. Да. То есть премьера сейчас вот будет буквально в конце месяца будет в ЗИЛе. И там не просто одно какое-то событие, а там ряд событий с 27 по 31, несколько спектаклей, плюс там один спектакль существует в форме рэп-концерта. И мало того, одна из наших студенток, она занимается подкастами, ведет подкаст, даже несколько, и они решили сделать подкаст еще. в рамках этого проекта, тоже документальный, посвященный как бы телу человека и, в общем, как явлению и взаимодействию человека со своим телом. И, ну, мы их не ограничивали никак в темах и в итоге, и вообще старались не ограничивать, в итоге из одного спектакля получилось несколько. Потому что, когда они стали показывать, у нас еще был один куратор, помимо Светы Ивановой, Сергеевой, Женя Казачков. И вот мы, когда все собрались на первом показе, студенты показали... Женя Казачков, драматург. Да. Да, и российский драматург, сценарист. Сценарист. Вот. И когда мы все собрались на первом показе, все вчетвером, таким, педагогическим составом, вот, ну, мы просто увидели огромное количество очень интересного материала, и потом просто не хотели ни от чего отказываться. И на каждом этапе мы задавались вопросом, стоит ли что-то убирать и от чего-то отказываться, и что-то выбрать одно, но в итоге решили, что не будем ничего выбирать, пусть растут любые цветы. Вот в итоге проросли несколько спектаклей, подкаст, кэп-концерт. Огромный масштабный проект все-таки, да, получается. Да. Это очень здорово. Юра, ну, я так понимаю, что впереди у тебя два спектакля в двух московских театрах. Это театр Пушкина, театр Виктюка. Следующий сезон у тебя два уже названия как главный режиссер театра на Таганке. Студенты. Да. И я так понимаю, что Польша это тоже был первый спектакль, но не последний. Не последний. Будут какие-то новости, да, потому что я видел, это недавно был опять и виделся там с Ваней Варипаевым, как ты успел повидаться, и будут какие-то новости из Польши. Я надеюсь, что да, мы уже обсуждаем, и в том числе с Ваней, у Вани есть интересные очень идеи, я пока не буду, наверное, их озвучивать, если он захочет, он сам об этом расскажет. Я надеюсь, что мы с ним увидимся, поговорим, потому что он сейчас тоже готовит премьеру для Вильнюса, и мне бы хотелось об этом с ним поговорить. Он сейчас работает для Национального театра Литвы в Вильнюсе, и я бы хотела тоже с ним поговорить. Вот тогда буду у него разведывать, что вы там затеяли вместе. Мне это очень интересно. Мне тоже интересно, что из этого получится. Хорошо, ну что, через работу по всей Сибири, по всему северу, югу России, востоку, западу и всем другим местам, у тебя очень хорошая, мне кажется, сейчас такая точка, что есть о чем думать, и есть о ком заботиться в театре. Да, да, более чем. 130 человек в трупе, это серьезный вызов. Надеюсь, как-то мы... Да, я желаю вам с Ириной Апексимовой удачи. Спасибо. Совместно этой работе, и ребятам, которые там и молодым, и взрослым актерам, желаю каких-то открытий, чтобы тебе было интересно с ними работать, чтобы ты смог открыть для них самих их себя. Мне кажется, это самое важное, когда режиссер умеет найти в актере что-то такое, что актер и сам в себе не подозревал. Я тебе этого очень желаю на Таганке, и буду смотреть за тем, как будут происходить премьеры в двух других театрах Москвы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. И до встречи, Юр. Я надеюсь. До встречи. До встречи, Жень. Спасибо всем большое. Музыку, которую вы тоже слушали, она почему-то сегодня очень отчетливо была слышна, мне во всяком случае. Спасибо большое Валерию Васюкову, композитору московскому, который мне отдал свой трек, и она всегда идет фоном, просто иногда она как-то мне слышна, иногда я про нее забываю, вот я хочу еще раз ему передать спасибо. Все, спасибо всем большое, хорошего дня, тебе удачи. Спасибо, Жень, пока. До свидания. До свидания. На одной волне с городом Радио Болтком